Итак, уважаемые коллеги, наша тема это взаимодействие следователя и оперативного сотрудника с государственным обвинителем в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Безусловно, это очень широкая, объемная тема, все вопросы, которые мы вряд ли с вами в рамках этого видео сможем обсудить. Тем не менее, хотел бы с вами обсудить, уважаемые коллеги, один из самых главных вопросов, который непосредственно касается темы нашего спецкурса «Ошибки и нарушения в сфере ОРД». Хочу вам напомнить, что, к сожалению, изучение практики показывает, что материалов уголовных дел, в котором были бы результаты ОРД и совсем не было бы никаких нарушений и законных ошибок, в природе пока не существует. Во всяком случае, мне не удалось таких увидеть за всю свою профессиональную жизнь. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас есть некий принцип с вами, должен быть некий принцип. Во-первых, тогда, когда это возможно, сделать все от вас зависящее, уважаемые коллеги, следователи и оперативные сотрудники, чтобы никакие нарушения закона и ошибки не были бы допущены. Поэтому самая важная стадия – это стадия возбуждения уголовного дела в типичной следственной ситуации, когда, во-первых, оперативные сотрудники, мероприятия проведены, задокументированы и результаты ОРД представляются, а следователь принимает результаты ОРД и использует их в качестве повода основания возбуждения уголовного дела и в доказывании. На этой стадии, в этой следственной ситуации, нужно проявить, как мы уже с вами обговорили, максимум внимательности и предусмотрительности. Вплоть до, если это необходимо, вплоть до отказа в возбуждении уголовного дела. Если речь идет о существенных нарушениях и неустранимых нарушениях законодательства ОРД и, соответственно, ОПК. Обо всем об этом мы уже говорили. Но вот что делать? Если статья 217 выполнена, уголовное дело прокурором изучено и направлено в суд. И вот она судебная стадия. Судебные стадии уголовного судопроизводства, где на сцену выходит главный представитель стороны обвинения на этих стадиях – это государственный обвинитель. Как уже говорили мы с вами, коллеги, зачастую это специалист, профессионал своего дела, однако зачастую не имеющий опыта следственной, а тем более оперативной работы. К сожалению, не всегда прокурорские работники владеют, во-первых, в должной мере законодательством ОРД. Не для всех, мягко говоря, до настоящего времени спецкурс по ошибкам и нарушениям в сфере оперативной основной деятельности для прокурорских работников создан не был. И в этой связи встает очень серьезная проблема. Как сделать так, что если в рамках судебного разбирательства, например, в ходе судебного следствия или премий, адвокат впервые в рамках этого уголовного дела выявляет и ставит вопрос о нарушениях законодательства в сфере ОРД, что делать в этой ситуации государственному обвинителю? Отвечая на этот вопрос, коллеги, нужно иметь в виду следующее. Во-первых, нужно исходить из того, что здесь необходима помощь следователя и оперативного сотрудника в рамках взаимодействия с прокуратурой и конкретно с государственным обвинителем. То есть, необходимо, уважаемые коллеги-следователи, контролировать каждое свое дело, как вы, наверное, и делаете это сейчас, но особый контроль за теми делами, которые направлены в суды и в которых в качестве доказательства использованы результаты оперативной основной деятельности. Итак, вы время от времени регулярно звоните соответствующему государственному обвинителю, заранее узнав его номер телефона, спрашиваете у него, какие проблемы, и заранее, может быть, проговариваете с ним те нарушения и ошибки, которые, вероятно, вы уже поняли, что они имеют место. Либо типичные мнимые нарушения, помните таблицы 3 из нашего пособия, вы уже прекрасно понимаете, что в судебных стадиях адвокат поставит вопрос, скорее всего, о мнимых нарушениях закона. Нужно предложить, по меньшей мере сделать так, отправить государственному обвинителю в электронном виде наше пособие, и показав, в частности, на таблицу 2 и 3. Третья таблица, это, собственно говоря, мнимые нарушения закона и действия, аргументы стороны обвинения государственного обвинителя по поводу этих нарушений. Но вот, что касается других, коллеги, нарушений. Других нарушений. И здесь, коллеги, потребуется кропотливая работа. Повторюсь, следователь, оперативник и государственный обвинитель. Давайте представим себе, смоделируем типичную, следственно-судебную, скажем так, ситуацию. Вы на связи с государственным обвинителем. Прошло одно из судебных свиданий, и государственный обвинитель звонит вам в весьма напряженном состоянии. И говорит, так и так, адвокат ставит вопрос о провокации преступлений, а также о том, что, к примеру, постановление о проведении оперативно-расследовательного мероприятия подписано, на его взгляд, ненадлежащим лицом. Или в ходе ОРМ использовалась помощь общественности, то есть некие содействующие лица, и им не разъяснены права по аналогии с понятыми, нет предупреждения об ответственности. Более того, один из этих представителей общественности является несовершеннолетним, ну и прочие дефекты, так сказать, характерны для этого участника оперативно-расследовательных мероприятий. Что тут делать? Государственный обвинитель не знает, как реагировать на эти заявления ходатайства. Единственное, что он зачастую может сказать, это традиционные фразы. Все законно и обосновано, как говорится, без комментариев. Но мы с вами понимаем, что в большинстве таких судебных ситуаций сторону защиты, ну ладно, прежде всего суд, судью, не удовлетворит такая аргументация. И поэтому, уважаемые коллеги, у нас с вами есть два типа аргументов для защиты, скажем так, для отстаивания доказательств обвинения в суде. Это аргументы общие и аргументы частные. Специальные их можно сказать. Так вот, специальные аргументы, частные аргументы, они все перечислены в нашей книге. В таблице 1, 2 и 3, собственно говоря, в правом столбце всех таблиц. Но дело в том, что еще, на мой взгляд, требуется государственному обвинителю, с ваших слов, предложить суду общие аргументы. И вот эти общие аргументы, уважаемые коллеги, вы можете получить прямо из этой беседы, из этого видео. А также, обратите внимание, что у нас есть на презентации, слайды презентации, сейчас будем показывать. А также специальный файл, который так и называется, общие аргументы для отстаивания доказательств обвинения в суде. Итак, повторимся. Типичная ситуация. Прокурорский работник, государственная обвинительность звонит, напряжение и говорит, так и так. Вот такие-то доводы сторони защиты появились в суде. Ваша реакция следующая. Во-первых, вы отправляете ему файл под названием «Общие аргументы для отстаивания доказательств обвинения в суде». Это общие аргументы. А кроме того, предлагаете ему наше пособие, в частности, материал из таблиц. Желательно прямо, вот как у нас в этом онлайн-курсе, прямо укажите ему номера страниц и номер, соответственно, в таблице номер соответствующего аргумента позиции защиты и позиции обвинения. Так, как мы это делаем? Итак, вы отправляете ему по телефону, по электронной почте, как угодно, вот этот файл «Общие аргументы». Их в общей сложности семь. Забегая вперед, могу сказать, они подготовлены не только для тех доказательств, которые основаны на результатах ОРД. Конечно же, нет. Они универсальны. Они подходят к любым доказательствам в уголовном судопроизводстве, именно доказательствам стороны обвинения. Итак, семь аргументов. Они сформулированы мною именно таким образом, как это должно, вероятно, выглядеть в речи государственного обвинителя. Проще говоря, имея на руках этот письменный документ, государственный обвинитель даже может просто встать и зачитать эти доводы. Итак, разрешите и мне сделать таким же образом. Итак, представим себе процесс. Только что выступил адвокат, указав на грубые, по его мнению, существенные, неустранимые и даже фундаментальные нарушения ОПК и законодательства ОБОРД. Совершенно спокойный, невозмутимый государственный обвинитель встает и говорит. Итак, аргумент номер один. Ваша честь. Часть первая, прошу обратить внимание на слайд. Часть первая статьи 389.17 УПК РФ под существенными нарушениями УПК, являющимися основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции, понимают нарушения, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем, обратите внимание, повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения. Конечно, коллеги, формулировка очень общая и очень оценочная. Уточняем. По мнению авторов известного вам авторитетного комментариев УПК под редакцией профессора Вячеслава Михайловича Лебедева и профессора Владимира Петровича Божьего, ну, не мне вам рассказывать, что кто такой профессор Лебедев и профессор Божьев, особенно профессор Лебедев. В данной норме дано общее понятие не любых, а именно существенных нарушений УПК. Тем самым обосновывается то, что нарушения, которые не повлияли и не могли повлиять на законность, обоснованность и справедливость судебного решения, должны считаться несущественными. Предлагая в судебном седании, это государственный обвинитель, уже применительно к этому делу, говорит, предлагая в судебном седании проверить, могут ли повлиять допущенные по настоящему уголовному делу нарушения на законность, обоснованность и справедливость предстоящего судебного решения. К примеру, ну хорошо, наши представители общественности оказались несовершеннолетними, оказались в какой-то степени заинтересованными лицами, ну и прочие дефекты. Например, вместо постановления проведения оперативного эксперимента, оперативный сотрудник написал, постановление проведения следственного эксперимента. Хорошо, Ваша честь, как Вы считаете, может ли это нарушение повлиять на законность, обоснованность и справедливость предстоящего судебного решения? На мой взгляд, никак. Ну и далее идет аргументация частного характера. Итак, второй аргумент, общий аргумент подчеркиваю. Государственный обвинитель опять-таки встает и говорит, Ваша честь. При проведении, либо документировании, представлении данного оперативно-ростоственного мероприятия, либо следственного действия, или же ведь, наверное, адвокат поставил вопрос о недопустимости результатов конкретного уровня, допущенное нарушение уголовно-процессуального закона или оперативно-ростоственного закона. Однако, следует ли считать его настолько существенным и неустранимым, что это повлечет признание доказательства недопустимым? Полагаю, что такой вывод не соответствовал бы смыслу закона и сложившейся судебной практике. И тут государственный обвинитель приводит пленум. Ваша честь, постановление пленума Верховного Суда от 5 марта 2004 года номер 1 о применении суда номином Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отмечается, цитирую, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, неустранимые в судебном седании, обратите внимание, неустранимость, важный признак существенности нарушения. Судья возвращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений. То есть Верховный суд, Ваша честь, четко разграничивает нарушения закона на несущественные и или устранимые в противовес существенным и или неустранимым, предусматривает для них противоположные правовые последствия. И далее, высказав общий аргумент, государственный обвинитель переходит к частному. Считаю, что в данном случае имеет место несущественное устранимое нарушение, поскольку, к примеру, в данном случае, с формальной точки зрения, оперативный эксперимент назван следственным, ну действительно, это нарушение, поскольку оперативно-растное мероприятие, с соответствием 6 ФСИА Борда, должно называться только оперативный эксперимент. Но скажите, Ваша честь, разве это нарушение существенное? Разве оно неустранимое? Третий аргумент, и вот он очень интересен. Ваша честь, Конституционный суд Российской Федерации определил существенные процессуальные нарушения, здесь же читаю оперативно-розыскное, как препятствие для рассмотрения дела, которое суд не может устранить самостоятельно, опять-таки, заметьте, признак устранимости, и которое, как повлекшее лишение, вот обратите внимание, и которое, как повлевшее лишение или стеснение гарантируемых законов прав участников уголовного садопроизводства, исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора, и фактически не позволяет суду реализовать возложенную на него Конституцию функцию осуществления правосудия. Ваша честь. Вот, давайте рассмотрим. Имеющееся нарушение закона. Оперативный эксперимент назван в одном только документе, следственным экспериментом. Как это нарушение закона лишило или стеснило гарантируемые законом права участников судопроизводства, нашего уважаемого подсудимого, когда он был заподозриван еще до возбуждения. Как? Да никак. Основания для проведения УРМ соблюдены? Соблюдены. Условия соблюдены, в частности, постановление утверждено руководителем органа, то есть прошло процедуру ведомственного санкционирования, ведомственной проверки, да? Да. Значит, конституционные права граждан на тайную переписки, телефонных переговоров, жилища и так далее, соблюдены? Соблюдены. Каким образом неправильное написание одного слова вместо оперативный, слово следственное, да? Как оно могло, и цитируем, лишить или стеснить гарантируемые законом права участников судов? Коллеги, да никак. Тем более, что в результатах ОРД оперативно-рестственное мероприятие было названо правильно. Короче говоря, речь идет о технической ошибке, об описке, нужно так сказать. Хотя, разумеется, в законе нигде нет понятия техническая ошибка, опечатка там и так далее. Итак, следующий аргумент. Ну, вы, надеюсь, читаете на слайдах весь текст соответствующего аргумента, общего аргумента. Четвертый аргумент в пользу... Четвертый аргумент в целях отстаивания доказательств обвинения. Ваша честь, несущественные нарушения, на наш взгляд, это прежде всего те, которые не повлияли и не могли повлиять на достоверность получаемого результата. К примеру, и вот тут обратите внимание, мы используем такой тактический прием, мягко, мы используем тактический прием указания, мягкого намекания судье на те типичные ошибки, которые допускаются в судебных стадиях судопроизводства. Для аналогии, так сказать, да? К примеру, когда свидетель вызывается в суд способом, не указанным в статье 188 УПК, а скажем, через другого свидетеля. Формально это же нарушение закона. Нарушение. Ну разве в этой ситуации показания этого свидетеля будут недопустимы? Или, например, разве ошибка в наименовании документа? Приговор. Правильно по закону? Приговор. А вот секретарь написала приговор. Приговор. То есть допустила грамматическую ошибку. Но нарушение УПК же есть? Есть. Итак, далее читаю. Будучи несомненным нарушением УПК РФ, должна ли такая ошибка с необходимостью повлечь отмену судебного решения? Полагаю, что вопрос риторический. Разумеется, нет. Предлагаю проверить именно достоверность этого доказательства следующим образом. Итак, вы говорите, что, уважаемый адвокат, УРМ названа неверно. Это так. Действительно. Давайте посмотрим, реально проведен ли оперативный эксперимент. Проведен? Проведен. Он соответствует некой судебной, скажем так, устоявшейся практике проведения УРМ. Потому что определения уже признаков нет. Соответствует. Права гражданин, гражданин, гражданина соблюдены, соблюдены, достоверность обеспечена, обеспечена. Ну, чего к словам придираться. К ошибкам грамматическим, пунктуационным и так далее. Пятый аргумент. Ваша честь. Оценку существенности допущенных нарушений следует давать не только с учетом части 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации, а на нее будет ссылаться каждый уважающий себя адвокат. Безусловно. Помните? Сейчас 2 статья 50. Но и с учетом позиции Пленума Верховного Суда, выраженной в постановлении 31 октября 1995 года, номер 8, о некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия. Итак, в пункте 16 указанного постановления Пленума отмечено, что доказательства должны признаваться полученными с нарушениями закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией России права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом, либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами. Итак, комментируя этот аргумент, можно дополнительно еще сказать, уже проще, в вашей честь. В Пленуме говорится, что доказательствами полученными с нарушениями закона являются только такие вот, где когда при закреплении и собирании были нарушены права человека-гражданина, установленный именно УПК порядок собирания и закрепления, ну и так далее и тому подобное. По всем признакам, перечисленным, наши с вами нарушения, например, неправильное поименование оперативно-розыскного мероприятия или даже, в конце концов, утверждение того или иного документа ненадлежащим, по мнению стороны защиты, должностным лицом, как это связано? Повторюсь, вот в части утверждения ненадлежащим должностным лицом, это я, так сказать, спорный момент высказал, но, коллеги, обратите внимание, у нас соцседательный процесс. Мы излагаем позицию, основанную ему законе, но в своей интерпретации, то есть толкуя закон таким образом, который мы считаем правомерным. Допустимо ли это в уголовном процессе, в состязательном уголовном процессе? Думаю, безусловно, да. Итак, шестой аргумент. Ваша честь, говорит государственный обвинитель, допущенное по настоящему делу и отмеченное стороной защиты нарушение закона вряд ли следует признавать существенным. Но даже если признать его таковым, оно во всяком случае вполне устранимо. Устранимыми или восполнимыми должны признаваться нарушения, которые могут быть восполнены или нейтрализованы. К таким нарушениям относятся, как правило, дефекты процессуального оформления. К таковым могут отнесены отсутствие подписи. Хотя, заметьте, в практике очень часто отсутствие подписи становится бомбой. Не указание продолжительности времени производства оперативно-рисканского мероприятия или следственного действия и тому подобное. Однако доказательство, полученное даже и с более серьезным нарушением закона, может быть восполнено в результате замены другим доказательствам, в том числе аналогичным. Например, оперативно-рисканное мероприятие может быть восполнено следственным судебным действием. Следственное действие может быть повторено. Допустим, если не разъяснены потерпевшему его процессуальные права, возможно допросить потерпевшего заново, но уже с разъяснением права. Итак, дальше государственный обитель говорит. Для устранения нейтрализации указанного нарушения предлагаю. И тут он вновь. Я предлагаю ему, государственному обителю, открыть наши таблицы 3. Подобрать подходящее нарушение, то есть пункт, посмотреть левую колонку и посмотреть, что там в правой колонке рекомендуется государственному обвинителю. Ну и наконец, седьмой общий аргумент. В пользу допустимости любого из доказательств, полученных на основе результатов УРД, но с отдельными нарушениями федерального закона, либо инструкции, либо иных ведомственных информативных актов. В частности, с теми нарушениями, которые использованы в этой таблице, можно использовать следующее обоснование, общий аргумент. Ваша честь. В соответствии с частью 2 статьи 50 Конституции РФ не могут быть положены в основу обвинения доказательства, только именно полученные. Это слово в Конституции. Полученные с нарушением закона. Но, внимание, в ходе и по результатам оперативно-основой деятельности доказательства не получают с точки зрения буквы закона, с точки зрения буквального толкования Конституции и закона. Получают только лишь сведения, как это прямо указано в пункте 36 со значком 1 статьи 5 УПК РФ. Доказательства же формируются только в рамках процессуальной деятельности по возбужденному уголовному делу. Следовательно, буквальное толкование Конституции позволяет сделать вывод. Нарушения Федерального закона об ОРД, равно как и иного законодательства, не должны с необходимостью повлечь за собой недопустимость использования результатов ОРД в уголовном процессе, за исключением тех, которые ограничивают, вот здесь, коллеги, однозначно, за исключением тех нарушений, которые ограничивают конституционные права граждан, например, прослушивание телефонных переговоров без судебного решения, провокация взятки, фальсификация результатов ОРД и так далее. «Предлагаю, — говорит государственное мнение, — прежде всего проверить достоверность и относимость сведений результатов ОРД, на основе которых было сформировано это доказательство. В частности, ходатайствую о следующем». И тут он опять берет таблицы, смотрит правую колонку соответствующего пункта и уже предлагает суду частные аргументы и действия в порядке отстаивания доказательств обвинения. Итак, думается в целом, что в судебном седании государственному обвинителю начать свою речь необходимо именно с общих аргументов. С одного из приведенных или из нескольких. Далее, по необходимости, следует воспользоваться частными аргументами из правой колонки таблиц и рекомендациями о действиях государственного обвинителя в рамках проверки и оценки этих доказательств. «Одной из важных задач, решаемой государственным обвинителем в судебном избирательстве, является обоснование соответствия обвинительных доказательств, в отношении которых у суда возникло сомнение в допустимости. Безусловно, далеко не во всяком случае у государственного обвинителя могут быть обоснованные на законе аргументы и действия в защиту доказательств. Повторюсь, например, если выявлена провокация преступлений, тут никакие аргументы не только не помогут, на мой взгляд, безнравственно и противозаконно даже пытаться их выдвинуть. То есть, провокацию надо признавать, равно как и нарушение гарантированных Конституции прав граждан в части нарушения Конституционных прав на тайной переписке, переговорах в жилище и так далее. Но множество нарушений не являются таковыми, а являются, условно говоря, мелкими. Так что, в случае, если сторона обвинения выявила и представила суду аргументированные доводы в пользу несущественности или устранимости той или иной ошибки нарушения закона, у государственного обвинителя есть шанс добиться признания и доказательств не... Это вопрос процессуального спора о стороне в суде. И победителем в этом споре становится тот, кто более профессионален и лучше подготовлен к процессу. То, от чего мы начали наш онлайн-курс, уважаемые коллеги, да, все-таки онлайн-курс построен на принципе, да, состязательном принципе, да. Конечно, прокурорские работники бывают возмущены. Конечно, они ругают и оперативного сотрудника, который все это допустил, и следователя, который все это не заметил, не выявил и не устранил. И того самого прокурора, который надзирал за этим делом, и на руководителя следственного органа процессуальный контроль. Но все-таки 100% из 350 анкетированных прокурорских и интервьюрованных прокурорских работников сказали, что они сделают все возможное, чтобы стопастись дело в суде. Однако, респонденты сделали важную оговорку, в кавычках, в кавычках открываются. Если только я субъективно убежден, убеждена, что подсудимый виновен в преступлении. Итак, чувство справедливости присуще каждому государственному обвинителю, хотя, конечно, это спорная категория. Итак, коллеги, в чем же заключается взаимодействие следователя с оперативным сотрудником и государственным обвинителем? Пункт номер один. Алгоритм теперь, коротко. Во-первых, необходимо контролировать, курировать свое уголовное дело, ушедшее в суд. Во-вторых, необходимо заранее выяснить имя и номер, вероятно, личного телефона государственного обвинителя. Для того, чтобы быть с ним постоянно на связи. В-третьих, необходимо аналогичным образом точно знать номер соответствующего оперативного сотрудника и руководителя органа. Либо руководителя подразделения органа, который, во-первых, провел УРМ и который, вероятно, осуществлял сопровождение. Оперативно-рискное сопровождение или обеспечение расследования уголовного дела. Далее, таким образом, если возникает ситуация конфликтная, сложная судебная ситуация, связанная с тем, что адвокат ставит вопрос, а судья сомневается в допустимости доказательства основных на результатах УРД, вы снабжаете государственного обвинителя соответствующими общими аргументами и частными аргументами из нашей книжки, из таблицы. То есть, подтягиваете оперативного сотрудника и руководителя подразделения, как минимум. Проводите по необходимости оперативные совещания на троих, так сказать. Дело в том, что очень часто государственный обвинитель с вашей, заметьте, подачи, скорее всего, с вашей подачи, попросит оперативных сотрудников осуществлять реальное оперативное сопровождение судебных стадий по этому делу. То есть, к примеру, помочь привести свидетелей. Государственный обвинитель может поставить вопрос о необходимости рассекречивания и представления дополнительных документов, сведений, результатов УРД в суд. В том числе, возможно, будет обсуждаться вопрос о возможности или невозможности рассекречивания свидетеля, в том числе и лица сотрудничающего с органами на конфиденциальной основе. Иногда, далеко не всегда, коллеги, но иногда наши оперативные сотрудники соглашаются с государственными обвинителями и со следователем. Если вы аргументированы, если вы сможете донести до них, почему так важно сейчас допросить соответствующего конфидента. Например, как вы помните из занятия по нарушениям, связанным с основаниями проведения УРМ и провокации. Например, выяснилось, что в уголовном деле нет никаких сведений об основаниях проведения оперативных мероприятий, кроме заявления и какой-то справки от конфиденции. Но вот нет больше никаких сведений. Коллеги, может быть, стоит поставить вопрос о необходимости его рассекречивания и допроса. Ну, хотя бы, например, единолично с судьей. Соответственно, вы понимаете, о чем я говорю. Если вы объясните оперативным сотрудникам, что если это не будет сделано, то будет оправдательный приговор, они, возможно, пойдут на это. Итак, оперативный сотрудник должен быть готов в любой момент прийти на помощь в судебных стадиях. Государственный обвинитель должен четко знать, что вы курируете свое дело и поможете, если что, аргументами, а также действиями, кого-то привести, допросить и так далее и тому подобное. Но очень важно понимать, что координатором этой деятельности должен быть следователь. И именно следователь, не государственный обвинитель. Вряд ли он проявит инициативу вот в этом взаимодействии, коллеги. Все ясно почему. Лучше вас уголовное дело не знает никто. Ни оперативник, ни государственный обвинитель. В какой-то мере именно вы являетесь самым заинтересованным лицом в том, чтобы уголовное дело прошло, как говорится, в суде и закончилось вступлением в законную силу законного и обоснованного приговора. Я прошу в любом случае, коллеги, не считать вот эти мои рекомендации неким обвинительным уклоном. Очень прошу вас не путать, коллеги, обвинительный уклон и позицию стороны обвинения. Обвинительный уклон это игнорирование, это прямые нарушения закона, это игнорирование доводов стороны защиты, оправдывающих или смягчающих вину подсудимого. Это фальсификация зачастую доказательств и так далее. А вот обвинительная позиция это использование основанных на законе, либо использующих его пробелы и противоречия, аргументов. Вот именно это мы предлагаем. И в любом случае, очень прошу помнить о необходимости. Так, обрезаю. И в любом случае, прошу исходить из принципа законности и справедливости. Ни один человек не должен быть осужден незаконно. Ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственности.